Вот уже пять лет подряд психолог Анна Маковецкая из городка Новоднестровск Черновицкой области мечтает лишь об одном – забеременеть и вновь познать радость материнства. Я действительно хочу второго ребенка. На сегодняшний день я готова к этому. У женщины уже есть один ребенок – шестилетний сын Максим. Вместе с мужем Виталием Аня хочет подарить ему братика или сестричку. Однако стать счастливыми родителями во второй раз супругам что-то мешает. И это, на удивление, совсем не проблемы с зачатием. Аня хотела бы второго ребенка, но есть у нее какой-то страх, что она может умереть во время родов. Я могу умереть. Анна уверена, вторые роды обернутся для нее трагедией. А все из-за того, что с самого детства и по сей день с женщиной происходят ситуации, во время которых она находится между жизнью и смертью. Такое ощущение складывается, что будто бы за мной смерть идет по пятам буквально. Сначала, сразу после рождения, в голове маленькой Анны обнаружили остатки анестезии, сформировавшиеся в небольшой шарик, который никак не рассасывался. Это произошло из-за того, что девочка родилась путем кесарево сечения. Когда делали операцию, дали большую дозу наркоза, и его остатки отложились у дочери в голове. Шарик анестезии в голове девочки длительное время был для нее смертельно опасным. Врачи смогли удалить его лишь в двухлетнем возрасте. Но как только это произошло, и Аня встала на ноги, ее чуть было не пронзил металлический острый штырь. Я маленькая споткнулась, упала. И когда папа ко мне подошел поднять, он сказал, размера твоего еще одного шажка, труба спиленная, ну именно остро спиленная. И он говорит, ну просто один твой шаг, и тебя бы прокололо бы насквозь. Потом, в трехлетнем возрасте, когда отец сидел с дочерью возле озера, коляска с маленькой Аней неожиданно сама по себе покатилась в обрыв. Это было страшно. Я покатилась на коляске прямо в озеро, и чуть не перевернулась туда. То есть он меня начал догонять, и в этот момент коляска просто обратно встала на место. Ну то есть она перевернулась и обратно встала. Далее на протяжении всей жизни смерть еще не раз преследовала Аню. Я тонула. Меня вытащили за волосы. Был случай, когда я съезжала на лыжах, и я падаю на спину, и не могу долго дышать. Это меня тоже очень сильно испугало, поэтому я экстрим избегаю всегда. А потом женщина чуть было не умерла при рождении сына Максима. Роды были тяжелыми и длились 16 часов. Ей намекали, что она может не выжить. Они говорили, что я могу умереть, что это угрожает моей жизни. Я договорилась с врачом. И я ей сказала, что если будет опасность жизни моему ребенку, только в том случае делать такую операцию по Кесарево. Врачи рискнули и не стали делать Кесарево сечение. К счастью, все обошлось. У Анны родился здоровый малыш. Но прошло несколько лет, и смерть вновь приготовила женщине очередную ловушку. Анна с мужем и сыном попали в ужасное ДТП. Их автомобиль чудом не упал с обрыва. Нас начинает крутить на дороге очень долго. Нас крутило к одной обочине, к другой. И потом мой муж выруливает, и мы прямо на камыш ложим. Ну так, машина раз и легла. Когда я вышла из машины, вот, наверное, два шага три, там был обрыв резкий вот так вниз. Но самое страшное, что уже длительное время по ночам к Анне приходит странное потустороннее существо в виде черного безрогого быка и требует вернуть его рога, а иначе смерть. Какая-то нечисть охотится за мной, требует какую-то свою вещь. Какие-то рога, рогов у нас вообще дома нет. Нигде нет, и ничего такого не было. Я не могу понять, какие рога он от меня хочет, кто он такой, и почему он хочет конкретно моей смерти. Призрачный бык не сон. Женщина видит его наяву и каждый раз замирает в немом ужасе. Мы вообще не можем понять, о каких рогах он говорит. Мы уже все в уме перебрали. Может, рога есть дома или что-то похожее на них. Но ничего такого нет. Анна не на шутку напугана. Что это за существо в виде быка? Какие рога требует вернуть? И почему именно у нее? Неужели именно из-за этого потустороннего существа женщину всю жизнь преследует смерть? Как это все остановить? Я хочу обратиться к экстрасенсам и попросить о помощи, о том, чтобы они разобрались, почему этот демон охотится за мной, хочет моей смерти, хочет какие-то рога. Просим помощи у экстрасенсов, чтобы объяснили, что это за демон, почему он ходит за Аней с детства и хочет забрать ее. Аня очень жизнерадостная. Она хочет жить и боится, что ее ребенок останется без матери. За дело берутся чернокнижник Андрей Сатаненко и эмпат из Одессы Лариса Гуцану. Они уже в Новоднестровске. Спасибо, что вы откликнулись. Приехали. Когда за человеком охотится темная сила, она как бы накладывает на него печать. Помечает территорию, чтобы ни человек, ни бес его не трогал. Я специально энергетически захватил Анну, чтобы спровоцировать эту силу. И вскоре услышал ее. Точнее, его голос. Рога. Рога. Это голос из потустороннего мира, как прислушник моего хозяина. Он приходит к вам. Отдай мне мои рога. Вы знаете, что если ему не вернуть то, что он хочет, вы умрете? Я вам могу сказать даже вашу дату смерти. 19-й год. 29-го, 01-го, как оно получается. Я вижу вас на больничной койке. Это даже не то, что койка, это операционный стол. И у вас разрезан живот. На операционном столе. По два минуты. Вот лужа крови. Из вас достают ребенка. Господи, боже. И вы умираете. Это момент вашей смерти. Когда экстрасенс указал мою дату смерти, мне было очень жутко. Я хочу еще жить, у меня еще много планов. Я не хочу умирать. Волосы дыбом. Неужели все это правда? И спустя два года, во время вторых родов, о которых Анна так мечтает и которых боится одновременно, она действительно умрет. Аня хотела бы второго ребенка, но есть у нее какой-то страх, что она может умереть во время родов. Но что за потустороннее существо угрожает жизни женщины? И какие рога оно просит ему вернуть? Ну вот, абадон, губитель. Это получается демонстого мира. Вот вам и рога, которые он хочет. Рога – обязательный атрибут каждого демона. В них содержится вся демоническая сила. Нет рогов – нет демона. Есть только оболочка, вынужденная скитаться в поисках своей силы. Он хочет конкретно рога. Которые находятся у вас? Да нет у меня рогов. Как я могла у потусторонней силы забрать что-то? Вот это для меня тоже загадка. Мне идет по роду, что у вас что-то не так. По роду творится, черти шок. Карты показывали, что корень проблемы заключается не лично в Анне, а в ее роду. И рога, которые требуют вернуть этот демон, на самом деле украла не Аня. Я пишу эту женщину. Темненькая, темноволосая. У нее темные глаза. Вот. И она чуть-чуть в теле сейчас. В теле? Немножечко, так, чуть-чуть. Она здесь недалеко живет. И вы называете ее мама. Невероятно. Так рога у демона украла мать Анны и Светланы? Но как и зачем она могла это сделать? И почему теперь демон ищет их не у нее самой, а у ее дочери? Давайте вы ищем. Поехали. Добрый день. Здравствуйте. Товариса Гуцануя. Наталья Демьяновна. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Можно вашу руку? Да. В глаза, в глаза, в глаза, в глаза. Смотрите. Вы занимаетесь какой-то магией? Вообще сами? Я в церковь хожу. Не плачу, не плачу. Все нормально. Да нет, я не плачу просто. Слеза просто. Магией конкретно не занимались никогда. Кто-то почему-то считает Наталью ведьмой. И это имеет какое-то отношение к нашей истории. Но какое именно, я не понимал. Самое главное это то, что на самом деле никакая Наташа не ведьма. Никакого демона она не вызывала. И уж тем более не отбирала у него рога. Но возникает у меня другой вопрос. Тогда почему нас сюда привело? Я сейчас тебе отвечу на него. Наталья, мы пришли, потому что вас девочки называют мамой. И мы пришли проверить, вы ли та женщина, которая могла забрать у этого существа вот то, что он просит от них. Но я вижу, что вы никакая им не мама. Что вы не рожали ни Свету. Все равно мама. Вы не рожали ни Свету. Она не рожала, нет. Не рожали ни Аню. Вы им не мама. Но вас девочки называют мамой. Да. Родной только вы. Да. Только вы родной. Да. Правильно. Мне идет, что вашей мамы давно нет живых. Она умерла после того, как она вас родила. Да, мама умерла после родов. Спустя 9 дней. Вас назвали в честь нее. Да. Родная мама Анны Светланы и первая жена Григория Анна умерла 33 года назад, спустя 9 дней после того, как родила свою вторую дочь Аню. Мы делали операцию. Угу. Спаривает живот. Как кесарево получается, сечение идет. Да. Роды начались немножко раньше по времени у моей мамы покойной. Я родилась через кесарево сечение. Гинеколог районный сказал, что у нее начались схватки, и ребенок пошел не наружу, а внутрь. Если бы они не разрезали, не сделали кесарево, они бы обе могли умереть. Никто не думал, что она умрет. Нет, она 4 дня нормально себя чувствовала, а на 5 день начались осложнения. Не плохо, она не может кушать, ее тошнит. Как голова вот так, знаете, вот как смотришь, тебе кажется, что тебя вот в лодке плывешь вот так тебе. Начался воспалительный процесс, и на седьмой день ей стало совсем худо, она уже почти не разговаривала. С кровью что-то. Много людей, родственников должны были помогать ей. Да, кровь сдавали. Много сдавали кровь, да. Врачи сделали Анне переливание крови. Однако лучше женщине не стало. Было принято решение срочно госпитализировать Анну в областную больницу в Черновцах. Я была, когда маму забирали в самолет. Я стою, и папа садится. Я начинаю плакать. Прилетели в Черновцы. Скорая уже ждала в аэропорту. Приехали в больницу. Пришла главная гинеколог Черновицкой области. Открыла, посмотрела и говорит, это из Сакирианского района. Они нам постоянно мертвецов привозят. Девочка маленькая дома, Светочка, как ты будешь без меня? Она знала, что она умрет. Она уже понимала, что ее уже не встанет. Это было утром. Смерть пришла к ней утром. Да, папа. Шесть часов. Шесть часов, она вот так голову повернула. Тетка пришла, говорит, я открыла дверь и глянула. Она голову повернула, глаза открыла, посмотрела на меня. Посмотрела. Говорит, не пустили ее туда. И буквально, не знаю, спустя минут пять Аня умерла. У меня такое воспоминание, что я у бабушки дома, и тут заходит папа, я так четко помню, что он открывает калитку, немного проходит, потом падает на колени, головой вниз и начинает плакать. Только когда медики сделали вскрытие, стало понятно, почему умерла Анна. Ей сделали операцию и занесли инфекцию. Оставили кусок бинта внутри. Спустя год после смерти жены Григорий женился на Наталье, которую обе его дочери до сих пор называют мамой. Мама Наташа с папой Гришей работали в одной организации. Папа работал в колонии, мама была табельщицей. Она была для меня настоящей мамой. Никогда не было такого, чтобы она меня била или даже ругала. Никогда. Но какое отношение эта история имеет к тому, что сейчас происходит с Аней? Что за демон ищет у нее свои рога и почему? Тут мне пришла новая и совершенно неожиданная информация. У вас как получается? Вот одна мама, вторая мама, которая умерла, еще одна мама. Три мамы, получается, у вас? Получается, что да. Три мамы? Да. Как это так получается, три мамы? Ну, сейчас одна умерла, другая как? Я думала, что вы ее воспитывали. Нет. Нет, нет. Подождите. Вы ее точно папа? Да, конечно. Разве не похоже? Посмотрите. Ну, вроде похоже, но я вижу, что в раскладе падает, что у нее есть папа другой. Я не понимаю, как может быть еще один мужчина, как кровный. Папа, получается. Мой папа, он мой родной дядя. Мама, которая умерла, родной брат. Поэтому он моя кровь. Оказывается, после смерти Анны, ее маленькую новорожденную дочь воспитывал не родной отец Григорий, а брат покойной Анны Владимир. Он со своей женой Любой жили в Молдове. Именно там и прошло детство маленькой Ани. А почему вы отдали? Вы же кровный папа, получается. Зачем вы отдали? Я бы не отдавал. Вам говорят, отдай, потому что там нету детей. Да, не было. Они не могли иметь. Моих родителей не было детей. А вы говорите, я не отдам. Вы не сразу согласились. Нет. Но я вижу, что вы все-таки подписали бумаги. Но под давлением. Она была немного слабой после родов. И дядя Вова, ее приемный отец, сказал, что ее там можно будет подлечить. Заберем сначала Аню в Кишинев. Там врачи хорошие, там больницы. Она получила большую дозу наркоза. Нужно подлечить, мы будем заботиться. Вы со Светой будете к нам приезжать. Придет время, она поправится, и ты заберешь ее обратно. Я говорю, хорошо, я согласился. Обман не какой-то идет. Вас обманывали бы. Меня обманывали. Идет женщина. Она должна была пострадать. Получается, что если бы она не получила ребенка, то каким-то образом она бы не ходила по миру. Правда, правда. Правда, правда. Ее хотели посадить. Мою маму, маму Любу, приемную маму, ее поставили на работе, ее должны были посадить. Но благодаря тому, что появилась я, либо... Сказали, если будет ребенок. Если будет ребенок, то ее не посадят. Люба работала заведующей, а ее директриса украла инвентарь из ресторана. Там была красивая посуда. Она ее забрала. Продала все и купила машину. Пришла проверка. Ничего нет. А Люба была заведующей. Они ее и взяли. Ты ее все украла. Хотели в тюрьму посадить. А сестра Любы, Оля, сказала Люба, если ты возьмешь ребенка и запишешь как своего, то всякое следствие прекратится и тебя в тюрьму не посадят. Они начали на меня давить. Вот пойми, такая ситуация. Любу посадят в тюрьму, если у нее не будет ребенка. Нам нужно, чтобы ты дал согласие. Я им говорю, я от дочери не откажусь. Если хотите, возьмите на полгода, год иначе нет. Он сказал, что никому больше не покажет ту бумажку. Только предоставит ее, чтобы жену не посадили, что действительно ребенок есть. И все, порвет, никому не даст. Но они не сдержали слова. Они ее забрали. Они поступили так, как сами захотели. И все. Тем более они сказали, что мы сможем приезжать, видеться с ней. До года так и было. А после они запретили нам появляться. После года, когда Аня уже что-то соображала, они начали запрещать нам видеться. Даже помню, как дядя Володя говорил папе, я тебе не дам ребенка, потому что ты расскажешь. Помню, мы приехали в Кишинев, чтобы встретиться. Пришли к ним, и он нас не пустил. Мой папа сказал, я же со Светой приехал. Дайте хотя бы Свете увидеться с сестричкой, а Ани нет, все, уходите отсюда. Я, конечно, совершил роковую ошибку, когда подписал эту бумагу. Пусть дочь меня простит. А эта женщина, ваша мама, Люба, получается, она вот хотела сильно задержать все в тайне, но вы знали, что вы не родная кровная девочка ихняя. Возможно, чувствовали, что это не ваши родители. Сначала Аня даже не подозревала, что мама Люба и папа Володя – не ее настоящие родители. Сомнения в голове девушки поселились позже, когда ее начали отправлять на школьные каникулы в Украину к родным дедушке и бабушке в село Сокиряны. Именно оттуда родом вся семья покойной Анны и ее брата Владимира. Были какие-то странности, которые иногда замечала, но не понимала их. Что меня периодически путали с сестрой Светой. На то время я знала, что она для меня двоюродная сестра. Либо соседи задают вопросы, а чья это Анюта? Не Анина ли это дочь? Так, как вы узнали? Мне идет такое, что вы до того, как убедились в том, что вы не родная дочка, вы просто искали подтверждение. И вы это нашли. Я делала генеральную уборку дома. Нашла документы, в которых рассказывалось полностью о смерти моей мамы. На тот момент я не знала, что это моя мать. Там была дата ее смерти, что после ее смерти осталась дочка. Девочка. Девочка. И дата моего рождения. И я поняла, что эта дочка, которая осталась, это я. Это произошло, когда Ане было 16. У девушки тогда был настоящий шок. Она сразу рассказала о своей находке приемным родителям. И с того момента они разрешили ей встречаться с родным отцом и сестрой. У нас получается, что у Ани есть три мамы. Одну маму мы уже проверили. Никакого отношения она к этому не имеет. Да. Вторая ваша мама, как вы говорите, Люба, да? Да. Она в Кишиневе находится. Есть фотографии хотя бы? Есть. Нет, не имеет она никакого отношения к тому, что сейчас с вами... Что ж такое? Кто же это тогда? Происходит. Оставалось проверить третью. Настоящую, но уже покойную маму. Неужели именно она каким-то образом забрала рога у демона, который ищет их теперь у Анны? Иди сюда. Идем поговорим. Идем поговорим. Что ты знаешь? У тебя секрет есть? Да, так проще будет. Конечно. Сама расскажи тогда. Ты думаешь? Лариса! Она за той голубкой пошла. Черт, черт. Что с тобой происходит, Лариса? С ней что-то происходит. Не трогай меня. Что с тобой происходит? Мама Ани пришла ко мне в виде голубя и повела меня за собой. Нельзя так поступать. Пустила это в себя. Кто знает, куда бы она повела. Так перестань. Ну ты как будто первый раз на расследовании, Лариса. А вы раньше ходили на кладбище, я чувствую. Вы с ней разговаривали. Я ходила. Маленькая сама. Маленькая сама. Меня тянуло туда просто. Не знаю почему. Срывала сама цветы у бабушки и сама шла на кладбище. Мы приезжали, и Аня постоянно бежала в огород. Рвала цветы, потому что ей нужно было идти к тете Ане. А она мне все время говорила, это же моя мама. Я говорю, да, твоя мама. Плакали. Аня со Света не просто так приходили с самого детства на могилу матери. Их туда тянула сама Анна. Она явно хотела что-то им рассказать. Но что? И как это связано с демоном, который ищет свои потерянные рога? Нам надо ехать на могилку, она все расскажет. Она сказала, что надо взять всех родственников. Родственники еще с вашей стороны. Там есть родственники. Сестры? Да. Там сестры есть. Есть. Надо ехать к ней на кладбище. Село Сокиряны, откуда родом покойная Анна и где находится ее могила, расположено в 20 километрах от Новоднестровска. Поэтому через полчаса экстрасенсы уже на месте. На кладбище Аня позвала и других родственников. Сестер своей покойной мамы, Марию и Зинаиду. Она говорит, что я могу рассказать, почему это преследует мою дочь. Но я ничего не буду говорить, пока не расскажете правду о моей смерти. Здесь явно была какая-то тайна, связанная со смертью Анны. И я чувствовала, что именно из-за нее самые близкие родственники стали будто заклятыми врагами. Постоянно обвинения какие-то друг друга. Каждый за свою правду. Да, было такое. Ругаться, ругались. Были у нас стычки. Оказывается, после смерти Анны, ее сестры стали настраивать Аню и Светлану против их отца Григория и его семьи. С тех пор Григорий, его вторая жена Наталья и дочери Ани и Светлана почти полностью оборвали все родственные связи с сестрами покойной Анны. Я просто с ними не общаюсь. Я даже не ездила на похороны тети Веры. Пусть она меня простит, но когда тетя Зина позвонила мне, я сказала, что не приеду. Причина в том, что я говорил вначале. Когда мы приехали к вам, что я сказал? Ведьмой. Ведьмой. Вы занимаетесь какой-то магией вообще сами? Я в церковь хожу. Не плачьте, не плачьте, все нормально. Я не плачу. У меня у вас слеза просто. Кто-то почему-то считает Наталью ведьмой. И это имеет какое-то отношение к нашей истории. Это вы ее ведьмой называли? Почему я должна была ее так называть? Какая же она ведьма? Вы называли ее ведьмой. Вы ее обвиняли в том, что умерла Анна. Видели ее где-то у гадалки с фотографией Ани, нашей сестры. Видели фотографию. Ну, это был повод для того, чтобы обвинять человека в этом. Принесли фотографию Ани. Она была там. К тому же видели фотографию Ани. Поэтому так. Кума покойной Ани пошла к гадалке и встретила там Наташу. А Наташа показала ей фотографию Ани, потому что не знала, что это ее кума. И эта Наташа говорит, хочу узнать по поводу нее. Это произошло за два месяца до смерти Анны. Ее кума Нина увидела у местной гадалки Наталью, пришедшую с фотографии Анны. Что она там делала и откуда взяла фото женщины, неизвестно до сих пор. Может, она это сделала, чтобы Аня умерла, а она осталась с Гришей, чтобы Гришку забрать, наверное. Поэтому она так поступила. Мы думаем, что из-за Наташи все это было. Мне все детство постоянно внушали. Будто бы тетя Наташа занималась черной магией. Не едь туда. Ты не должна у тети Наташи ничего кушать из рук. Настолько меня запугали. Я даже помню случай, мне приснился сон, касаемо тети Наташи. О том, что она во сне делает надо мной обряды. И мне казалось, что если я бы не проснулась, то я бы задохнулась. Обвинили Наташу, что она ходила гадать, что она меня приворожила. Но это неправда. Я вам сейчас говорю то, что она не виновата ни в чем. Я очень рада, что тетя Наташа к этому никак не причастна. И я очень надеюсь, что все мои родственники перестанут держать на нее зло. Я не хочу, чтобы ее ненавидели. Я хочу сказать, что я ни Гришу, ни Аню до ее смерти не знала. Как это до смерти не знала? Ну, не знала ни Аню. Пока Аня была жива, мы с ней познакомились спустя полгода после похорон, она Аню не знала. Правда это или нет, Бог этому судья. Мы на Бога полагаемся. Если это неправда, значит неправда. Но мы на Бога надеемся. Все, больше ничего не хочу говорить. Родственники уверены, что Григорий изменял Ане еще при жизни с Натальей. И поэтому она колдовала на Аню, чтобы отбить мужчину. Но все это сплетни и выдумки. Я не почувствовала, что Григорий и Наталья были любовниками до смерти Анны. Но что касается семейной жизни Григория и Анны, проблемы там были, но совсем в другом. Она говорит, что ты ее обижал. Вы ее обижали. Вы ее били. Нет. Правду говорите? Правда. Я вижу, что да. Когда с Анечкой она была. Беременная. Когда была беременная. Она говорит правду мне сейчас. Мертвые не обманывают. Мы ругались только, а драться мы не дрались. Вы ее обижали. Так что она как битая пришла. Мы ругались, но не дрались. Кому она пришла? К вам пришла плакаться? К вам домой пришла? К вам? Она была беременна, но ее он толкнул так, что она перелетела через стул и на диван. Было такое, что даже на улицу ее выгнал. Аня сразу приехала к нам. Приехала к маме, стала плакать. А мне говорили, что он начал ее бить, что он толкнул ее. Он на самом деле, Григорий, не такой. Это есть побочные эффекты определенного магического действия. Григорий на самом деле приворожен. Это все есть последствия приворота. Это то, что он вспилить мог. Даже, ну, вы понимаете, беременную женщину толкнуть. Но этот приворот сделала не Наталья. А сделала сама Анна. Мне не давали покоя две мысли. Первая. Кто обучил погибшую Анну привороту и почему он так легко у нее получился? И вторая. Как можно было украсть рога у демона? Он меня тоже преследовал. Он требует то, что принадлежит ему. Тот же демон, который сейчас охотится за Анной, преследовал ее маму. И в итоге отобрал таки у нее жизнь. Кто виноват, Аня? Кто виноват? Мама. Мама? Опять мама? Ее нет живых. Она здесь. Угу. Она недалеко. А как ее зовут? Оля. Ольга. Надо идти к маминой могиле. Идите туда. То есть рога у демона украла мама покойной Анны Ольга? Но как и зачем? И почему в итоге демон искал их сначала у дочери Ольги, а теперь у ее внучки? От нее идет сила. Что-то связано с деревенской магией. Что-то связано с травами. Ольга чем-то занималась таким? Не особо. Не особо. Было или не было? Было же такое, что бабка выкуривала. Ну, когда дети пугались. А, ну, было такое. Она просто выкуривала детский испуг. Бабушка Оля выкатывала постоянно какой-то страх. Если я маленькая испугалась чего-то, то это был какой-то там обряд с какой-то травкой. Вот я остановилась, и вот вокруг меня вот там что-то она ходила. Мама Оля просто помогала детям. Когда нехорошо было или боялись чего, или не спали, она выкуривала это. Разбиралась в травах, умела что-то такое делать, но не колдовала. А она умела, значит, она ведьма идет. Подождите, тут в роду не только одна. Да, в родове есть девочка, которая унаследовала бабушкины какие-то способности. Она видит сны, пророчества делает. Это дочь. Верина. Тетя Вера. Ну, я уже запутался. И у нее есть какие-то способности. Моя сестра двоюродная, она является дочерью покойной уже тети Веры. Анюта обладает каким-то даром. Ваш род очень интересный. Я уже в самом начале, когда я сделала расклад, когда увидела Аню и Свету рядышком, в раскладе выпало. Женский род, творится у них чертовщина. Аня тоже, когда на кого-то обижается, у него обязательно, у человека, что-то случится. Есть такое. Но только я ничего не говорю. Вы ничего не делаете? Ничего не делаю абсолютно. Я потом узнаю, что тот обидчик, что-то с ним случилось. Как-то и жалко. Ну, то есть я ничего не хотела зла. Оно как-то самопроизвольно. Моего бывшего, из-за которого у меня была депрессия, его избили. Но вы на него очень сильно злились на тот момент. Ну, конечно, потому что, ну, мне плохо из-за него было. Это получается какое-то ведьмовское кодло. Вот почему погибшая Анна так легко приворожила Гришу. Она так же, как и все женщины в ее роду, обладала даром. Но я не пойму, откуда этот дар у них всех взялся. И при чем тут демон, который за Анной ходил, а теперь ее дочь Аню преследует. Кто чем занимался? Более профессионально. Профессионально я даже не знаю. Нет, ничего не слышали, не знаем. Вы имена мне говорите? Как звали? Ну, Баба Ирина. Баба Ирина. 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 Ну, на, смотри, покажи. Покажи всем. Проклятие. Проклятый. От этой бабы? Проклятый. Вот так вот. Баба Ирина? Этот человек проклинал не только вот людей. Он проклинал своих родственников, детей. Ну, фу. До всех. Кричала и проклятия летели. И на вас тоже. И на нас, и на нас, и на нашу семью. Проклятия очень крепкие. Я плакала и говорила, руку на отсечение. Дайте топор. Зачем только вы нам такое желаете? Сердилась и что-нибудь добросала вслед. Чтоб тебя то, чтоб тебя это. Очень сильно проклинала. С кем-то ссорилась, сразу проклинала. Бабушка Ира, которая является мамой для моей бабушки Оли, обладала силой слова. То есть все, что она не говорила, все либо исполнялось, либо если какие-то были проклятия, то с людьми становилось, ну, что-то плохое свершалось с ними. И, видимо, вот эта вот сила слова пошла у нас по роду. Прабабка Ирина. Ей под силу и переляк снять, и приворот сделать, и порчу выкатать. И наоборот, навести ее, если надо. И проклясть так, что умрут все до седьмого колена. Настолько сильная была ведьма, что ее силы даже передались почти всем по женской линии. Дочерям, внучкам. Именно прабабка Ирина научила свою дочь Ольгу и всех своих внучек, Марию, Зину и покойных веру с Аней, магией, во владении которой они почему-то до сих пор не признавались. Но нам главное было выяснить, что за демон приходит к Ане и почему ищет у нее свои рога. Я чувствовала, что ответ на этот вопрос скроется в матери всех ведьм этого рода, Ирине. Пойдемте к дому, Ирина. А где дом? Где жила? Рядом. Я вижу этот двор. Много животных здесь. Атара какая-то такая идет мне. Козы. Козы были? Были, были. Много. Много. А они держали коз. Не было коров, да? Коров не держали. Тебя не смущает само количество коз? Ты знаешь, о чем вообще это говорит? Ну, коза – это символ Бофомета. Бофомет – это одно из проявлений дьявола. То, которое на пентаграмме нарисовано. Его используют для того, чтобы получать силу как раз от темного. Подпитку. Ну, я это могу по себе сказать. Почему в моем, скажем так, арсенале атрибутики вы видели сегодня козью лапку. У меня есть черепа также козлиные. То, что у прабабки Ирины в хозяйстве было так много коз, говорит только об одном. Она подпитывалась их помощью темной энергией моего хозяина. И день от дня приумножала свою силу. Такого уровня ведьма вполне могла загнать своего родового демона в какое-нибудь животное. Например, в того же козла. А после этого отобрать у него рога, чтобы полностью завладеть его силой. Рога должны быть, рога в этом доме. Вот нам надо сейчас поискать все. Тут находили какие-то рога, копыта, я не знаю. Я здесь не лажусь, сюда не хожу, ничего не ищу. Давайте мы посмотрим и поищем. Ну, давайте. Я считаю, что оно есть здесь. Меня тянет туда. Наверх. Там есть чердак наверху тети Зина. А может и есть. Я чувствовала, что на чердаке прабабка Ирина ночами, вдали от людских глаз, проводила свои черные ритуалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, а ну, а ну, присиди сюда. О, крест. Прибитый крест. Крыши. С ума сойти. Лариса, иди сюда, ты должна это увидеть. Ой, мамочка. Ну, что это? Ну, сейчас они скажут, что это обряды такие, ну, типа защитные или что? Ну, такого не бывает. Был крест, который висел в самом углу. И был явно подвешен таким образом, чтобы его при желании можно было переворачивать вверх ногами и проводить различные черные обряды. Я, конечно, очень испугалась, потому что я такого в жизни еще не видела. Рога мы ищем. Рога мы ищем. Свет, там все нормально? Мы нашли рог, Аня. В смысле? А во прямом. Блин, реально рог. Там реально рог. Крест и рядом рог. Белый. И они достали рог. Вот это меня, конечно, удивило. Я и сам был, мягко говоря, удивлен. Ведь рог, который я нашел, был не козлиный. Это явно был рог быка. А значит, все мои теории относительно родового демона, загнанного в козла, летели в тартарары. А ну-ну-ну-ну, веретенечка мне дайте. О, боже мой. Не бойтесь, давайте. Как тут много всего интересного. Ой. А вы знаете, что такое веретено? Нет. Вот я веретник. В смысле? В прямом. Это колдовской предмет. У меня есть веретено, но чуть-чуть другое, правда. Более современное. Веретено, помимо основной своей функции, выполняет еще и магическую. Это серьезный магический атрибут, используемый ведьмами с давних времен. С помощью веретена чего только не делали. И судьбу новую плели, и наоборот, запутывали нити судьбы. То есть порчу наводили. И наоборот, снимали эту порчу, сматывали нити судьбы. Но вопрос был в том, что именно с помощью ретена сделала прабабка Ирина. У меня идет такая картина. Животное хочет кого-то забодать. Животное в бешенстве. Кидается на человека, который его кормит. Какое-то большое животное. Корова. Корову она бабушку накинулась. Корова или бык? Бык. У нас когда-то был сарай старый. Мы в нем держали быка, кормили. Он напал на маму. Пробил ей ногу. Мы ходили в медпункт, там ей сделали привязку. Тоже вот сюда, как-то он так уперся в грудь сюда. Там совсем немного оставалось. Если бы он сильнее нажал, то, говорят, кишки бы ей выпустил уже. Так вот чей это был рог. Рог быка, которого на старости лет впервые взяла к себе в хозяйство бабка Ирина. Который неожиданно напал и чуть не убил ее дочь Ольгу. Мне идет, что она делала определенный обряд для того, чтобы добиваться того или иного успеха. Обычная темная магия, правильная магия, передается через одно поколение. То есть от бабушки к внучке. А у вас что-то произошло в роду и передалось уже сразу от бабушки к дочкам. Прабабка Ирина с помощью веретена пыталась переплести судьбу своего рода. Вместо того, чтобы передать дар от бабушки к внучке, она передала его дочерям. Чтобы у них были те же способности, что и у нее. Но она не понимала, что такое нарушение магических правил не может пройти без последствий. Ведь родовой демон должен принадлежать только одной ведьме. И не должен распыляться на нескольких ведьм одновременно. Сколько дочерей? Четверо. Он получается как распылился на всех. На одну, на вторую, на третью, на четвертую. И дальше кто рождался девочке, тоже. У него не было уже сил кому дать, кому услуживать. Одна хозяйка должна быть, а у него 50 хозяек получается. И получается, что он начал убивать. Сначала демон вселился в быка и попытался убить дочь Ирины. Потом убил маму Ани после родов. А потом стал гоняться и за самой Аней. После того, как родовой демон вселился в быка и пытался убить дочь Ирины, она поняла, что совершила ошибку. И что нужно срочно как-то обезвредить демона. И не придумала ничего лучше, как убить быка, в котором на тот момент был демон. И забрала его рога, в которых заключалась вся демоническая сила. Сдали его. Сдали. Там на ферме принимали на убой. Но про бабка ведьма не учла, что со смертью внешней оболочки демон не умирает. Быка отдали на убой. Но демон вернулся. И все это время пытался вернуть себе то, что по праву ему принадлежит. Его рога. А почему тогда смерть за мной ходит? А вы знаете, что ваша мама это видела? Не знаю. Ваша мама видела это все. Каким-то образом она это увидела. Он начал охотиться за ней, типа, освободи меня. Может, видела и не сказала? Она увидела вот это, и он, ты должна мне помочь. И начал уже ее преследовать. Мама Ани совершенно случайно увидела, как ее бабка Ирина несла в дом рога. Она одна знала, куда их спрятала бабка-ведьма. И поэтому демон убил сначала Анну, а теперь охотится за ее дочерью. Думая, что она в курсе, где спрятаны рога с его силой. Сейчас надо же это убирать все. Надо отдать то, что он хотел. А что с их ним даром делать теперь? Что с их ним даром делать? Либо развивать. Не-не-не. Не надо. Значит, на этом мы просто закроем дальше развитие. Отдавайте ему рога, все отдавайте. Надо по капле крови вашей. Наконец, после долгих манипуляций, родовой демон освободился и забрал свои рога. Он обрел долгожданную силу и отправился в преисподнюю. Теперь женщинам этого рода ничего не угрожает. Спасибо вам огромное. Большая благодарность от всей нашей семьи, от всего рода, что вы прекратили вот это вот все своими силами. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо.